Всем доброго времени суток. Сегодня мы закончим с трилогией Анимуша. Третья часть вышла в 2004 году на PlayStation 2 и годом позже на ПК. Я играл, естественно, в ПК-версию. На этот раз нам вновь возвращают под контроль Самоноски Акечи, и игра начинается с финального штурма храма Ханоджи, которым, собственно, копался на Бунага. Однако перед тем, как скрестить с ним мечи, Самоноски случайно попадает во временную воронку и оказывается в современной Франции. Как потом по игре станет ясно, ученый Гилденстерн создал машину времени и по ошибке скаканул в будущее, заодно прихватив с собой Самоноски. Но в разные периоды. Гилденстерн появился чуть раньше и начал готовиться к масштабному вторжению, в разгар которого, собственно, и появляются Самоноски. А в прошлое вместо него отправляется полицейский Жак, которого играет Жан Рено. Там он встречает духа Они, который дает ему перчатку, как у Самоноски, и небольшую тенгу Ако. Поначалу Жак, безусловно, не понимает вообще ни черта, что здесь происходит, и все, что он хочет, это вернуться к своему сыну Анри и невесте Мишель. Но быстро понимает, что пока Генма творят свои бесчинства и химичат со временем, не видать ему дороги обратно. Вот, собственно, и весь замес. Играя периодически то одним героем, то другим, вам надо раз и навсегда остановить Короля Демонов. В целом, игра похожа на предыдущую, но есть ряд изменений. Многие пошли на пользу, некоторые весьма спорные. А есть вещи, которые не трогали, но надо бы. Итак, основы геймплея и боевой системы в целом не поменялись. Вы по-прежнему бегаете по локациям с фиксированными камерами, находите предметы, три вида волшебного оружия, рубите врагов, собирайте их душ и прокачивайте собственно оружие и броню. Первое отличие, которое бросается в глаза, это внешний вид игры. Как вы помните, первая часть делалась еще для PlayStation 1 и с расчетом на то, старое железо. Отсюда задние планы были статичными. Вторая часть делалась в попыхах, используя наработки первой игры. Поэтому многие элементы были оттуда переработаны, в том числе и задники. Третья же игра находилась в разработке уже дольше, к тому же изначально с прицелом на PlayStation 2. Поэтому игра стала полностью использовать трехмерную графику. И это видно практически сразу. Тут, конечно, на вкус и цвет. С одной стороны, трехмерные задники смотрятся более живыми, их можно анимировать и не делать статичными. К тому же, на фоне двухмерных задников, как отмечалось ранее, постоянно выделяясь предметы, с которыми можно взаимодействовать, ибо они-то были трехмерными. Тут этого косяка уже нет. А с другой, технически этот облик с каждым годом все больше и больше устаревает. В большинстве мест, а локации здесь предостаточно, стилистика и оформление вкупе с правильно выверенными ракурсами графику все-таки вытягивают. Но, скажем так, морщинки местами видно. Во-вторых, раз уж я речь завел о локациях, игра явно разрослась. Действие первой части, по сути, разворачивалось в одном замке и его окрестностях. Во-второй, в деревушке и ее окрестностях и еще двух замках. В третьей же игре предстоит побывать во множестве локаций, причем в разных временах. В прошлом это будут японские замки, заброшенные руины и поля сражений. А в настоящем улицы города, канализация, куда же без нее, зоопарк и даже Эйфелева башня. Причем, есть локации, в которые вам предстоит побывать и в прошлом, и в настоящем. Другое дело, что сами эти локации стали более прямыми. Нет, вам по-прежнему надо искать предметы для продвижения и решать головоломки. Но игра все равно стала заметно прямолинейнее и без сурового бэктрекинга и беготни туда-сюда-обратно. Тут опять на вкус и цвет. Кому-то это изменение понравится, кому-то нет. Кстати, о беготне туда-сюда-обратно. Во многих локациях вам придется переключаться между Жаком и Самоноски, для того, чтобы найти путь дальше. Зачастую они будут находиться в одной и той же локации, но в разном времени, как я уже говорил. И вам нужно будет пересылать предметы между мирами для продвижения по игре. Делается это через Ако, который, кстати, также без дела сидеть не будет. По ходу игры ей можно найти разные жилеты с пассивными бонусами, для активации которой нужно найти еще специальные камни. А иногда будут попадаться сундуки, до которых вы не можете просто дотянуться, и Ако подлетит к ним сама. Причем переносить во времени можно даже медикаменты и другие припасы. Например, стрелами может пользоваться только самоноски, так что их все можно запросто отсылать ему. Собственно, обои. В первую очередь стоит отметить, что у нас теперь полностью аналоговое управление. Танковое управление осталось во второй части. И как я уже отметил, основа боевки осталась в принципе той же. У каждого персонажа будет по три вида своего оружия со своей магией, плюс свои особенности. Жак больше специализируется на длинном кнутоподобном оружии, поэтому некоторые вещи для него уникальны. Например, вместо усиленной атаки он может связать врага. Или, к примеру, он может достать летающих врагов, для чего самоноске, к примеру, нужен лук. Также с помощью своего оружия он может пользоваться помощью летающих жуков кони, которые будут служить ему крюками. Сундуки с пазлами и темные миры с толпами врагов также никуда не делись. Последние, правда, немного реструктуризировались, скажем так. Теперь они представляют из себя сетку из соединенных комнат, и вам в целом не обязательно проходить их все. Из предыдущих игр также вернулись критические удары и состояние анимуши. Однако, в отличие от второй части, анимуши на этот раз вы вольне включать сами по желанию, когда захотите, например, при схватках с боссом. Однако, оно также автоматически активируется, если вы умрете, давая вам, по сути, вторую жизнь. Ну и как в предыдущей игре, дадут временами поиграть за других персонажей. В основной игре дадут побегать периодически за Мишель, которая вообще бегает с Трабашом, а после прохождения игры дают дополнительную главу за Тадакатсу Хонда. Да, тут же еще новые персонажи появились. В общем, к полку врагов прибыло. В этой игре вы не только наконец убьете Набунагу, но и с Гилденстарном покончите, причем самолично. Но помимо них появится еще трое персонажей. Вышеупомянутый Хонда изначально будет в качестве врага, но потом перейдет на вашу сторону. Также периодическим боссом станет Ранмару Мори. Оба персонажа, как уже вошло в традицию, основаны на реальных исторических личностях. Также одним из боссов будет супруга Набунаги в виде демонессы с дополнительными конечностями за спиной. Ее образ явно навеян Леди Ноа, реальной женой исторического Набунаги. В остальном на это по сути тоже а не мужа. В своей основе. В плане оформления к игре вряд ли придраться можно, разве что, как я отметил, графика не всем подойдет. Звук тоже очень радует. К примеру, разработчики заморочились и французы в этой игре говорят на своем родном французском. Правда, с какого срунделя все остальные башляют на буржуйском непонятно, но это уже мелочи. А вот что касается геймплея, есть и спорные моменты и откровенно бесячие. Я уже отметил, что сама структура уровней стала более прямолинейной. Это также повлияло и на ход игры в целом. Она стала более экшен-ориентированной. Опять же, я отношу это к спорным моментам, ибо каждому свое. Но думаю, мало кто будет спорить с тем, что некоторые элементы геймплея отнюдь не идут на пользу этой самой экшен-составляющей. Да, я говорю о камере. Раньше она мешала лишь изредка. На это можно было закрыть глаза, ибо игра равномерно распределяла бои, исследования локаций, подачу сюжета и головоломки. Теперь, с явным упором на бои, эти проблемы начали выпирать гораздо сильнее, отчего игнорировать их уже не получается. Особенно это касается врагов с дистанционными атаками, вроде лучников, колдунов или оживших доспехов. Другая проблема это автоприцел. Зачастую ваш персонаж будет наносить удар в совершенно другую сторону, даже несмотря на то, что враг вот он прямо перед его носом. Да и в целом враги, кстати, любят вас зажимать. Особенно качки, банально пользуясь тем, что у них броня и им насрать на ваши удары. Капком пошла по легкому пути, они просто добавили кучу врагов, не меняя основы боевки, из-за чего получился бардак в некоторых местах. По итогу от меня игре также 8,5 баллов. Да, у игры есть небольшие минусы, как с камерой, например, или устаревшей графикой, но в целом она все равно хороша практически во всех аспектах. Стилистика и дизайн локации неплохо тащат визуальное оформление, а история, хоть и простенькая, но вполне самодостаточная и законченная. К примеру, мне очень понравилось, как в сюжет вплели отношения между Анри и Мишель. К тому же игра не особо требует знания о событиях первых двух игр. Продажи второй части на западе Капком не сильно так удовлетворили, поэтому специально для третьей игры и было принято решение перенести события на запад и найти там дополнительного героя. Так что если вы все еще не играли ни в одну игру из серии Анимуши, то лично я посоветовал бы начать сначала. Однако если выбирать строго одну игру из этой серии, то это будет безусловно третья. Единственное но. Играйте в PS2 версию. Ну или запаситесь волокардином, когда дойдете вот до этого пазла. Думаю, вы сможете понять по футажам, почему я, играя на клавиатуре, чуть не выдрал волосы на этом моменте. Ну и вот таким макаром закончилась эта трилогия, в которой описывалась битва между потомками клана Они и демонами Генма. В первой части конфликт, так скажем, только зародился, грубо говоря, на сцену вышли основные герои, во второй нам предоставили дополнительный лор, предысторию, ну а также всю суть конфликта, а в третьей, скажем так, поставили жирную точку. Или нет? После титров нам показывают хихикающего Хиде Йоши, про которого на протяжении всей игры никто не вспоминал. Но Анимуша изначально задумывалась как трилогия, и лично я ее тоже таковой считаю. А вот то, что вышло в 2006 году, это уже другая история. А у меня на сегодня все. Пишите в комментариях, что думаете об игре, рассказывайте о канале друзьям, заходите в группу ВК. Если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки в описании. Всем спасибо за внимание, до скорых встреч!